Добрый день, да, это наша историческая программа «Сделанная в Вятке», у микрофона Владимир Сметанин, а напротив меня наш традиционный добрый эксперт во всевозможных исторических вопросах, в вопросах Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея ВятГУ. Добрый день, Евгений Питунин. Всех приветствую, давно не выступал. Но вы воспользовались нашей такой паузой, в отпуск сходили. Ну, под дождями посидел. Отпуск, он на неудачную погоду пришелся. Мы сегодня будем говорить о дате, ну, вернее, мы будем отталкиваться от этой даты, которую празднуют огромное количество жителей нашего города и региона, и страны в целом. Это день работников торговли в нашей стране, он будет отмечаться на следующей неделе, 22-го числа. Мы сегодня хотим такой исторический экскурс совершить в несколько десятилетий назад, да, мы договорились, что о послевоенном времени уже будем говорить, как жил наш город в этом отношении. Ведь сейчас, ну, по большому счету, ну, очень трудно себе представить в наше время такое, когда предложение товаров, услуг, ну, просто громаднейшее, и практически все можно приобрести, и если нет этого в наличии на витринах, то, пожалуйста, интернет, заходи. Много лет назад даже такое слово, как что-то, вот, покупка, купить, оно не использовалось, и редко использовалось. Был другой термин – достать. Отжать, достать. Отжать, достать, да. В общем, грядущему дню работников торговли в нашей стране посвящается. Мы сегодня, в том числе, и будем говорить о советском дефиците. Давайте-ка вспомним эти времена. Ну, и хорошее дело – торговля. Одноклассница у меня окончила в свое время. Вот я все забываю до сих пор. То ли Одесса и техникум советской торговли, то ли советской техникум одессы и торговли. Ну, по-моему, все это первый вариант. Вот такое явление, как советская торговля. Давайте вот принципы пройдем. Много момента у меня, которые были связаны с торговлей и получили дипломы советского времени, но потом вот просто не смогли устроиться, потому что все образование советской торговли сводилось – это что-то получить, разделить и распределить. Кто-то просто там напомнит, что у меня диплом торговый, ну вот, и пошел в бизнес, а остальные – вот, да мы что, вот, нас учили. Действительно все распределялось и куда-то, скажем так, порой исчезало. Ну, а дефицит чуть позже, сейчас просто пройдемся по магазинам того времени. Такой у нас будет небольшой исторический экскурс, небольшое путешествие по времени. Просто, наверное, всем будет приятно, хотя, может быть, не такой был сервис, но, тем не менее, те магазины, это больше все-таки походили на какой-то там цель, храм, чем на товарный склад, вот, как это выглядит сейчас. Но, тем не менее, все помнят советские гастрономы, самые значимые из них, большие, это 32-й на Октябрьском проспекте, в центральной гостинице, вот, здесь, на театрал, на углу Сангельса были. Вот, о дефиците мы чуть позже, но купить, конечно, было что, но, вот, само устройство, оно до сих пор меня удивляет. Если ты сейчас ходишь, бродишь с корзинкой, то тогда надо было выстроить минимум три очереди, особенно после работы, когда был час пик, это было очень неудобно. Вот, идешь в колбасный отдел и говоришь, там, мне 200 грамм колбасы, там, три рубля с чем-то, а я вот всегда забывал, и надо было мне, я просил записывать на бумажку, потом идешь, там, масло, молоко, какое-то. Список покупок. И в итоге, да, ты отстоял там пять очередей, у тебя список только из цифр, и ты стоишь в кассу, касса, это была отдельная будочка, сидит кассир, вот, надо было в эту кассу все пробить, и потом снова ползти этим же прилавком, где тебе, там уже стояла вторая очередь, люди нервные, они говорили, не, масло тут не стояло, и в лучшем случае, ты просто через голову там люди тянут чеки, а у этой продавщицы на прилавке лежат, это, сыр, там, колбаса, нарезанная ломтиками, и на каждой цена, и вот она смотрит на чеки, через голову, и по очереди дает. То есть замотанные продавцы, замотанные покупатели, но тем не менее стоило выйти, особенно, вот, в молочных отделах, там, я помню, когда со страшным грохотом тянули эти железные ящики с бутилками, да, были, было и разливное молоко, ходили с бидончиками, и за сметаной, вот, даже было разливное подсолнечное масло когда-то, но, тем не менее, вот, все изначально это было, потом стало поменьше, потом стало вообще ничего, а потом уже появилось, но все другое. Вот, так и в магазинах промтоварных теоретически все было, вот, может быть, совсем прилавки опустили, это уже ближе к перестройке, но, понимаете, вот было, висели рядами и стройными клонами советское пальто, или, правильнее бы я назвал, как говорят на ряд, эпольты. Вот они и висели, они были добротные, они были дараповые, все, но это был такой позавчерашний день, что вот, я не знаю, куда их списывали, куда их отдавали, их просто невозможно было носить и покупать, и вот подобные же товары. Если что-то, как тогда говорили, выбрасывали, то, естественно, сразу же был ажиотаж. Выбрасывали, в смысле, где-то это лежало, это привело. Это называлось, появилась продажа. Выбросили, выбросили. Определенную партию в определенном количестве. Да, был такой термин во времена дефицита. Вообще, вот, я замечу, что тема очень сложная в том плане, что сейчас наиболее яростное племя и в интернете, они вот именно на эту тему, то есть дефицит в СССР, и опять, что это, то есть одна часть считает, что это очернение, что это было искусственно создано в перестройку, пятой колонной и т.д. и т.п., а другая вот часть людей, которая жила, особенно те, которые жили в эпоху СССР, они говорят, ну, ведь было, ведь никуда не деться. Ну, вот не будем вдаваться причины, не будем вдаваться в это, а просто опишем ситуацию. А ситуация такова, вот, в школу я пошел в 1965 году. Тогда, вот, перед этим годом смещали Хрущева, тогда были перебои с хлебом, тогда была вареная кукуруза, это дежурная дуда на столе, был кукурузный хлеб, в общем, были перебои. Никита Сергеевич. Было повышение цен, все помнят, в 1962 год это восстание в Новочеркасске из-за повышения цен и прочего, таких восстаний было множество, просто они все закончились транично, но, в принципе, к 1965 году как-то все прибрежнее наладилось, стабилизировалось и пошло. Вот у нас, моя одноклассница, она была дочка известного вязкого писателя, а у того писателя была инокамера, что, в принципе, уже дефицит по тому времени, и вот он нас снимал с первого класса, и у нас такой многосерийный фильм, с первого по десятого класса, недавно, ну, не так давно, я просматривал, что я заметил, первоклассники 60-е годы, все такие яркие, все такие цветные, все в китайских шубках, в каких-то шапочках, в китайских, ну да, и потом такое унылое время уже, когда все в одинаковых баллоневых черных урточках, в каких-то кроличьих или искусственных шапках, с этими, казалось нам, стильными длинными стрижками, в общем, какой-то серости. Ну, причина одна, конечно, что и не новость о вооружении, падение цен на нефть, приводило, но тогда это не афишировалось, тогда не было. Орса каких-то там, цен на нефть и прочее. А так вот, ухудшение было, в принципе, заметно, но если до 75-го года, да, периода, окончания школы, как-то еще все было, вот можно было прийти в магазин, и тебе бы порезали сыр какой-то, пусть там два сорта было, колбасы там какой-то с жиром, вот, что-то еще, ушел я в армию, пришел я в 78-м году, ну, тогда-то, пожалуй, и все и началось, то есть уже значительно было... Или все закончилось? Я был просто ошарашен, то есть я уезжал из одной страны в 76-м году, а пришел совершенно другую, напротив нас... Вы служили... 78-м, это еще никакая не перестройка, никакой... Нет, вы говорите, уезжали из страны, уезжали из города, в смысле, наверное, да? Да, я служил далеко, в Забайкалье. Забайкаль, да, то есть вы уезжали из города и вернулись, уже совершенно... Ну, там же мы жили изолированно, на дальней заставе, вот, я приехал в другую страну. Я замечу, что это никакой там ни Горбачев, ни Перестрой, это наш дорогой Леонид Ильич, в самом расцвете сил, еще даже не застой, но... Магазин «Звездочка», кто помнит, напротив моего дома, на Артемском проспекту. Звездочка, да, с утра, с гостиницей... С утра, и там еще был обед у гастрономов, и, к примеру, два часа обед заканчивался с утра, и после обеда перед входом в магазин выстраивалась огромная длиннючая очередь, из бабок, пенсионерок, там, и это, ряд МЖИ, там, студенты были. А выстраивалась зачем? Да незачем, а вдруг что-нибудь выбросят. Вот, опять же, этот термин. Вот, и когда открывали двери, то толпа просто там хаотично туда ломалась, там, топтали слабых, распихивали, и все бежали. Вдруг пельмени, вдруг атлеты, надо успеть забежать, хапнуть. И этот сценарий был каждый день. И это не просто... Выбросили каждый день или не каждый? Да не каждый, там, не знали. Может, кто-то имел информацию, там, что выбросят, но слухи ходили, вот. А так, дефицит и дефицит. И даже в остальных отраслях то же самое. Вот был такой магазин Думрадио, вместо которого сейчас, к сожалению, опять, это там магазин-склад с якобы продуктами образовался. И мы ходили, там был, конечно, отдел, пластин, и тоже было все в дефиците. Но вот запомнилось, что телевизоры цветные, тогда еще как бы, они были не очень доступны, но выбрасывали, стояла очередь из ветеранов войны. Вот кончились хорошие телевизоры, не помню сейчас, как и Рубин, остались темпы. Вот эти ветераны размахивают корочками кабинета директора Круп, ОР, МАТ, и, значит, и это пенсионеры чуть ли не порожили друг по другу. Такие картины не слишком приглядные. Да, то есть принимали разные формы вот это. Ну, вот, например, не было мебели. Вот странно, что у нас была столь мебельных фабрика, а мебели не было. Не было шин на автомобиле. Шинный завод работал в три смены. Ударные комсомольские бригады переполняли план там на 200-300 процентов. Трубы дымили, окна светились. Сейчас завод шинный работает, ну, дай бог, в одну смену. Ну, шин всяких там где-то. А тут, ну, невозможно было купить, поэтому даже были... А как доставали? Не шиномонтажи, а доставали это уже другое. Все что-то доставали. Но был другой вопрос, что не было шиномонтажей, а были-то и у нас пункты, куда можно было сдать лысую резину, и тебе на нее наваривали новый протектор. То есть это было все грубо, он отслаивался, сбалансировать всю эту фигню. Тяжелую, чужую, было нельзя, но, тем не менее, вот это делали. А так даже был период, что шины вписывали в тех паспорт, куда-то там, и ГАИшник мог остановить автомобиль и поинтересоваться. Откуда у вас, товарищ, новые колеса, есть ли запись, что вы купили? Они сняли где-нибудь в соседнем дворе. Ну, бывало ведь снимают. Да, снимали. Это же, опять же, вот гримасы дефицита, то есть когда ничего не было. Аккумуляторы, шины, и все-все-все. Папа, а что такое багги? А, ну, ты знаешь, что она такая машина без дверей, без стекол, там, без крыши. А, знаю, сосед вчера живу ли, купил, поставил, утром просыпался. Превратилась в багги, да. И то же самое с мебелью. Очень запомнилась такая история. Вот я уже был солидно женатый человек, но это была середина 80-х. И приятель у меня, видимо, позвонил. Теща у него была такая промырливая женщина. Она сказала, что выбросили мебель. Утром будут давать в магазине уют. А был еще старый уют, налепся вот за бывшим же автолюбителем. Надо доехать. И, представляете, это был такой ноябрь, холодный месяц, смела по такому ледовому асфальту. Дыхание из зимы. А у приятеля был такой автомобиль запорожеца голубого цвета. И вот мы были в большом выигрыше, что мы ночью, это мы с вечера приехали к этому магазину уют. Там была очередь «Мама не горюй». И мы записали номера, мы были одни из первых. И вот люди стояли, и кто-то уходил, кто-то там, может, грелся в подъезде, чем-то там, имея с собой запас. А мы с понтом заводили этот запорожеца, там печка, она с ревом взлетающего истребителя работала на всю эту улицу Лепси. И мы грелись, ходили вот до утра. И нам, помню, достались эти несчастные, убогие, совершенно беспонтовые кухонные шкафчики. Но вот не производство фабрики «Вересники». Но вы же слепой ехали, вы не знали, что именно там? Нет, знали, знали, что кухонная мебель, потому что разведанная. Мы, выстояв всю ночь до утра в очереди, в 10 или в 11 начал работать магазин. Бессонная ночь, сидение, значит, в Запорожеце нам досталось. И мы несколькими рейсами, там, в этой, мы же запорожеце перевозили, вначале мне, а потом ему. Вот, а пока мы перевозили, наблюдали битву, что закончилось. Товар закончился, там, как? Завезли 20 комплектов, выдали 12, там, шум, гам, народ пошел на штурм этого магазина «Уют». Директор забаррикадировался, там, интересно, у них была система, что такие железные решетки, почти тюремные были. Вот они стали гнуться под напором толпы, вышла какая-то там женщина в халате, начала кричать, что это бронь, область полкома, видимо, мебель, какая, давайте. Поэтому под напором дали еще, там, пару комплектов. Милицию вызвали. Да, вызывали. Да, вызывали. Оно было и было. Вот, куда ни им, вот, в принципе, сейчас, говорят, у всех все было, ну, ну, что было? Ну, курицы это были, ну, там, консервы, все, но это приходилось доставать. Слушайте, а вопрос, Юрий Альбертович, да, простите, вопрос сбережения, да, вот тут звонит, там, знакомый, не знаю, родственник, говорит, завтра будут выбрасывать, надо. В наше время мы говорим, когда нам что-то предлагают купить, там, денег нет, к сожалению, очень. Деньги были на все эти вещи? Да, деньги были. Были? Деньги были, даже при зарплате, при зарплате, там, 100, 150, 200 рублей, в принципе, сейчас вот обратная ситуация, все есть, ну, относительно все. Да, 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 я к тому иду, да. То есть, это не так. А тогда деньги были, но купить на них, вот, особенно, уже к концу 80-х, было абсолютно нечего. Или можно было купить у приобщиков, которые сейчас называются бизнесмены, тогда назывались спекулянты. Вот почему у нас вот... Ну, не все уж, давайте. Ну, не все 80-е годы взять, 70-е, наверное, конец 60-х, да, и начало 90-х, субботу и воскресенье, почему у нас невозможно было уехать в сторону Ново-Вятска? Потому что там... Да, это одна из версий, да? Нет, быть заслуженной. Но вот эта толкучка, она жила и процветала. Там, в принципе, можно было и кое-что прикупить, и обувь, и джинсы, и бижутерию, и косметику. Но, конечно, уже под войной, тройной цене кто-то на этом наживался. Я учился в институте. И был у нас ряд студентов, которые просто вот брожировали под сумму, постоянно это был такой приработок. И если, опять же, выбрасывали обувь какую-то там, чехословацкую, там, или вот... Информацию передавали? То они выстроились в очередь, брали, 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 брали коробками все размеры. А потом тут же ехали в эти ЧЖ и перепродавали. Серьезный наценка? Действительно. Но там было интересно, потому что действительно много было разнообразных. Но зарабатывали-то серьезно на этой перепродаже? Ну, да, это отдельная тема. Кстати, вот, не мог найти ни одной фотографии этого рынка. Сейчас уже, конечно, застроили там разные новые солнечные берега, там, и что-то, и уже нету этой площадки. Но вот нет ни одной фотографии, был бы признателен радиослушателям, если для истории у кого-то хотя бы может быть... Изображение, да, вот этой торговли на нашем знаменитом толщине в ЧЖах. Это и были рынки, в принципе, во всех городах, там, Воронежский Петарк, Воспеты, еще группа Сеатрогаза и в Минске. Тоже созвучно было Чижов, а у нас ЧЖ, там, меня удивило. Вот, в принципе. Но тоже и не следует думать, что если не было в магазинах, там, по примеру, мяса, вот, не было там чего-то, это можно было купить на рынок. Ну, теоретически можно было, но, во-первых, были и другие цены, а, во-вторых, там, если даже погуглить, то, вот, система колхозов, там, какой мизерный процент можно было продавать налево, и система потребопераций, то есть, там, вряд ли вы что-то могли найти хорошее, хотя, вот, крестьяне вынуждены были продавать, не потребляя самим, вот, имея, там, до 70-го года мизерабельные или никакие зарплаты, не имея паспортов, продавали, продавали, этим поддерживали. А когда такое явление, как очередь возникла? Очередь на какой-то товар? Я имею в виду, ты записываешься в очередь, там, где работаешь, очереди, наверное, возникли. На какие-то крупные покупки. В 17-м году очереди за хлебом были в Петрограде, там, наверное, тоже писали, но у нас с тех пор. В 30-е годы был знаменитый академик-лингвист Виноградов, у нас вятки, в ссылке, вот, жил он на Карла Маркса, и милицейстке в деревянном доме. Недалеко от центрального уровня. Ну, вот он описывал, что в Стахановских очередях за ситцем люди стояли сутками. Сутками там. Это Стахановские. Сутками. А в обычной очереди там вообще вот стояли неделями, и были случаи, говорят, смертоубийства, и очереди были деньги. Перед войной все было. В очереди, в общем-то, и по распределению, там, даже элементарные продукты, как мука и прочее, прочее. Такое явление, очередь, конечно, оно вот стало возникать, может быть, был такой относительно благоприятный период. Вот это вот, я описываю, с 65-го по 75-е, а потом уже стало пропадать то одно, то другое, вот, начиная с 78-го года, и очереди, конечно. Во-первых, за товарами, вот, ими, которые не повседневного спроса, вот, телевизоры, и это там хорошая холодильник, хорошая мебель. Вот, вот, самоорганизация населения, сейчас уже не представить, это писали номер на ладошке, были переклички, раз там в час или раз в два часа были активисты, и это обычно гороластая тетка. И очереди. Так, вот, перебои, они непредсказуемы. Вот, например, в том же 78-м году пропало мыло. В 78-м? Ну да, и были... Мыло вот раз внезапно исчезло. Во всем городе? Да, во всем городе. Из всех магазинов, прутоварных, хозяйственных. Стиральный порошок, вот так же все, то есть не было мыла и моющих средств. Потом, видимо, это как-то решали, но, в общем, вот такой был дефицит. Потом исчезало, там масло сливочное, там еще что-то. Вот, потом уже стали тороптать, и ближе к середине 80-х в местных газетах даже начались расследования с вопросами. А почему, вот куда девается, вот почему мы на мясокомбинате, он работает две смены, до обеда забивают там ров, после обеда свиней, там мясо немерено, куда, или курицы, птицы фабрики, сейчас они не знают, сколько было. И вот и все, куда девается, на что там начала просачиваться информация, что вот, да, вы знаете, мы кормим индустриальные районы, типа Урала, там, да еще Москву и Петербург, но это уже не устраивало. И народ, чем уровень жизни, чем больше падал, тем больше начинались роптания, и пик они достигли в перестройку. Вот я помню, где еще при СССР в 91-м году знаменитые митинги, протесты собирались на стадионе, вот на Котярском проспекте, возле машиностроителей, выходил Асминин, первый секретарь обкума, он кричал, вот сахара не было, пропал сахар, и вот обкум партии распределяет по всем районам, каждый вагон сахара делим там на районы, чтобы хоть там кому-то, хоть там по полгода этого сахара выдать, и кричали и столкнули, позор, позор, ну действительно, позор. Ну вот то, что там говорят, пятая клонная, в масштабах это трудно представить, но вот сахара действительно где-то в Украине в каких-то хозяйствах не могли вывести, а в целом по России не было, пропадало водка, вот это же еще до сухого закона, это тоже вот такой... Да Горбачев тогда сколько у меня дефицит? Да все дефицит, у меня дядя был, в принципе, убежденный коммунист, он был завдомом политпросвета, он преподавал там научный коммунизм, позже философию, вот с ним мы очень сильно сталкивались по этому поводу, единственный раз он проговорился, приперт был о стене, и дефицит жилья, почему в стране был дефицит жилья, почему было там 50 лет советской власти, 60 лет, а жилье давали 10 лет, 15 лет ждали, ютились по коммуналам, по подвалам и все это. Ну вот это было искусственно создано, и он крутился, он вынужден был признать, что да, это было искусственно, это были вопросы экономики, чтобы если человек приехал из деревни, его надо было закрепить на заводе, а через 10 лет, когда он получит жилье, да там были стимулы, чтобы он не пьянствовал, не попадал в отрезвитель, иначе в очереди его могли понизить на жилье. А через 10 лет он получал жилье, ему уже ничего не надо было, кроме этого завода его все устраивало. Вот с другой стороны, наверное, дефицит, это тоже была какая-то система регулирования общества, но в целом он и привел к распаду, в том числе один из факторов. Нам нужно сейчас сделать небольшую рекламную паузу, я напомню, что мы беседуем о торговле в советские годы в нашем городе, Евгений Питунин, историк-крылевед, руководитель музея ВятГУ, мы продолжим через минуту. Да, с трудом, конечно, молодые поколения воспринимают эти термины, купить, вернее, достать они купить, отжать и так далее. Ну, я так понимаю, знакомства, связи родственные, личные, с работниками торговли, это было прям, ну, навес золота. Да, торговля, это королева по тем временам. Королева именно, да, большая тетя, заведующая. С одной стороны, вот знаете, в обществе какое-то было такое слегка презрительное такое отношение, типа торгаши, а с другой стороны, все стремились обзавестись знакомствами в торговле, и попасть в магазин было нелегко. Вот также одна знакомая рассказывала, после школы хотела поступать, ну, так как была там спортсменка, комсомолка, активистка, то ее там по комсомольской линии направили в комсомольскую бригаду в овощной магазин на улице Комсомольской. Тогда построили девятиэтаж, и туда попасть было непросто, туда набирали лучших, потом она, конечно, получила... Это вы имеете в виду вот четыре дома, которые сейчас под дымку расспросили, то есть туда вот направляли в торговлю, достойных из достойных, ну, не в каждый магазин, конечно, но и в другой по блату попадали, а так всякими разными способами пытались, конечно, навести контакты, потому что все можно было достать, вот я помню, к примеру, у меня родительница, она была скромной преподаватель иностранных языков в ВУЗе, но плюс был в том, что многие работники торговли получали образование, им надо было контрольные работы там по английскому, немецкому, поэтому это в определенной степени выручало, да, и... Выгода была конкретная. Как-то что-то, да, там могли, конечно, найти, достать, ну, по мелочам, но тем не менее, когда особенно маразм сгустился, и стали выдавать в Ирове на два талона там полпилу вареной и 300 грамм копченой колбасы на месяц, там вот и споль, это масло споль, это сахар споль, это вот все это регламентировалось, там пропадала сметана, там и прочее, и вот были это и по другим причинам связи, вот я даже помню, что из директорарных каких-то магазинов, но тем не менее, да, это у всех было в принципе. А были случаи, как-то, в отношении руководителей, представителей торговли, возбуждались дела за расхищение, ну, еще что-то? У нас я не понимаю, конечно, БХСС работал, БХСС боялись, тогда же не было такой тотальной... Дело по борьбе с руководителем социалистической собственности, да? Да, и БХССников, ну, конечно, элементы там окрумпированности были везде, и во все времена, но масштабов не было, боялись вот БХССников. Я не помню, чтобы у нас это были грандиозные дела по хищениям в торговле, вот была история в Елисеевском гастрономии, там, когда быстро расстреляли, там, Соколовского, не помню, чтобы там нить не тянулось, но и, в общем-то, моя бабушка в войну работала начальником управления продтовары в войну, вот, представьте, да. Те-то, говорят, в блокадном Ленинграде, там, эти наживали спекулянты, все, она каждый день боялась, что в каком-то магазине не хватит хлеба по талонам, ее возьмут и посадят завтра. Вот для нее это, видимо, весь вот этот карточный военный, послевоенный период, каждый день был огромный стресс, вот, и ничего она, конечно, их привилегий на этом посту не имела, но, тем не менее, вот, были люди разные совершенно в торговле, а так, вот, конечно, все доили там, жаловались представители торговли, там, кто угодно, там была огромная структура проверяющих, это санэпидемстанция, пожарный надзор, там, это, 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 они, естественно, все тоже оттоваривались. Да и сама торговля привыкла, вот, есть замечательная статья одного блогера, история, как он устроился в гастроном, грузчиком, еще бытность, вот, С какие годы, примерно? Перестроечное время, передперестроечное, когда торговля привыкла распределять дефицит, вот, вот, по таким знакомым людям, по кому-то, а тут внезапно завезли мандаринов. Столько, что там, мама, вот, были все склады забиты, и вот первый день раздали там нужным людям из обкома, обусполкома, там, пожарным этим, санврачам, там, этим, этим, мандаринов не убывает. Раздали там этим, этим, там, помельче рангом уже, потом всяким этим шоферам, экспедиторам, еще кому-то еще, там, еще целая пуча, ну, а, вот, а, это дефицит, передом годом люди стоят, должны, там, какую-то часть, а, это выбросить простым гражданам, начали еще кому-то, и в итоге все эти мандарины просто потекли, там, образовалось целое какое-то озеро в подвале из прописшего мандаринового сока, ну, будет, и, может быть, это и преувеличено, но, тем не менее, такие факты были. Ну, вот, честно говоря, надо посмотреть, ну, это их, вот, я делал, связанных. Снимали, конечно, убирали, там, за разные провинности, чего-то было, какое-то шевеление, вот, но... Но, в целом, система не менялась. Ну, вот, самый дефицит, конечно, уже, наверное, не в радость было работникам торговли, это уже в 90-е годы, это самый конец 80-х, это когда уже без наталонов, то есть все-все-все по талонам, и когда пропадало все, например, пропал чай. Вот не было чая, вот представьте, там, ну, нигде нет. Я помню. И потом завезли какой-то турец и чай, вот этот турец и чай, он, никто не сказал, что его надо не просто заваривать, его надо как минимум полчаса пепетить, чтобы чай из него извлечь. И вот этот с непонятным запахом какой-то чай продавали, все ругались там, но больше ничего не было. Но самый писк был, это, конечно, когда пропадал табак. Вот я сегодня погуглил причины, но говорят, что то ли вредительство, то ли идиотизм, вот, склонен ко второму, четыре главных фабрики по производству табака закрыли на ремонт одновременно, и были перебои с табаком. Люди стояли в курильщах, и зависимые курильща, и надо было курить, они стояли в очередях, и там выбрасывали все, и это дешевые ломы этих самых. И там и некондицию бросали на разрез. Продавали такие макроны, это типа сигареты Прима, они были такие рваные, метр, полметра, 10 сантиметров, вот такую, вязанку этих самых неразрезанных сигарет, продавали просто даже не трубочный табак, а сигарный лом какой-то, но лучше всего это был, когда вечный народный рынок и бабки продавали табак, то есть у нее был мешок, и были там полный мешок акурков, приходил человек, она совком там черпала вот этих акурков, и в кулечах ему газетно засыпала. То есть там табак перемешан с бумагой, с акурками, с акурками, с помадой там, с чего, и люди потрошили, многие стали курить трубочки маленькие, вот потому что потрошили. Смешно, вот не поверят, вот, конечно, кому сейчас меньше 30, вот они просто не могут себе это представить, а это было как вчера, и тут же вот искусственный, огромные очереди, вот заводки после принятия сухого закона, и когда ничего не было, люди стали выходить как-то с юмором. Вот я принес книгу, она называется «Выжить в условиях социализма», то есть она именно вот в ту пору, ее 92-й год, это была такая легендарная газета «Выбор», вот здесь есть два автографа, это не генералов и Шмидт, вот со Шмидтом мы сейчас столкнулись, это известный на эхе господин Голиков, вот здесь он нарисован, его представляли там примерно в наше время, ну, конечно, сейчас сходство есть, но не совсем такое. Ну, расскажите, где выпущена эта книжка была? Издательство «СП Городская газета», это была газета «Выбор» городская, вот там вы написали газету, я замечу, что тираж ее был не такой уж маленький, где-то чуть ли не менее, сейчас я посмотрю. 5 тысяч, наверное, есть экземпляров, нет? Судя по-другому, 25 тысяч. 25 даже тысяч. Я скажу, что вот в условиях социализма, тысяча полезных рекомендаций, эту книгу смели за неделю. Ее потом допечатывали, допечатывали, еще раз допечатывали. И даже она была настолько интересна, что сейчас один из авторов, который Шмидт Голиков, он признался, что у него его личную книгу даже украли и замылили, и просил у меня эту. Ну, вот там были условия, как без ничего приготовить чего-то, особый писк, вот мне нравится, как приготовить макаронный по флотски, когда у вас нету ни макарон, ни мяса. Как так приготовить? Ну, мука она была, все-таки, вот, берете муку, размешиваете тесто, раскатываете в длинные, типа этой лапши или макаронины, досушите, потом идете, покупаете ливерную колбасу, которая тоже была 7 эпиметров там, ну, хуже кровяная, конечно, которая была кошачья, но она лучше сегодняшней кровяной, но это вот только закусывать мрачным алкоголиком, где-нибудь, на площадке. И вот эту кровяную и ливерную колбасу режете на кусочки, обжариваете с луком, потом отвариваете эту самопальную лапшу туда, и вот все. То есть это вполне конкретный совет, это про сечный, это не для того, чтобы посмеяться. Рыбанный суп с морской капустой, вот, вы знаете, вот как-то, вот сейчас представить, что, ну, понятно, там был магазин Айан, и в этом магазине Айан в основном был минтай, но, кстати, была и хорошая, и очень дешевая рыба, и морская капуста, ну, вот рецепт, оказывается, можно было из минтая, и морской капусты сварить суп. Ну, я вот, честно говоря, даже не могу представить вкус. Питаемся, минтаемся, да, как писал Василий Мшанов-старший. Да, Миша Мшанов-старший. И вот я бы не сказал, что, вот, знаете, все-таки вот не было, и не было. Вот если бы было с чем сравнивать, вот что, вот эти так живут, а это вот тогда бы, может быть, было какое-то социальное расстояние, когда все жили, все доставали что-то. То есть, в целом, такое психологическое состояние-то было, в общем-то, ну, это не была депрессия какая-то такая жесткая, или все-таки были проявления? Да сколько можно? Это было, с одной стороны, вот мы тогда были молодые, энергичные, с одной стороны, был это азарт. Кто-то превращал это в самоцель, кто-то на этом зацикливался с фанатизмом, кто-то зарабатывал на этом. Кто-то зарабатывал, а в основном там был такой, нужен-то на минимум там одежду, там всегда вот. И, честно говоря, вот, знаете, вот я сейчас сижу в джинсах, я вот понятия не имею, какие это джинсы. Я не знаю марку, не знаю лейбл, там не знаю, там у меня они. А тогда же это взрослые, серьезные мужики обсуждали, вот это, вранглера родные, там, заклеп и зиппер, там, какой-то фирмы, это кверху, это книзу, от тон зимний, от тон летний, арманы там, там, тоже эти, хулиганы или такие, ну, вот, доходило вот даже до того, что это было. Взрослые, солидные. Но, с другой стороны, вот, когда ничего не было, это было счастье. Вот сейчас ты, ну, зашел, купил эти, отстойнейшие турецкие джинсы за безумную цену, ну, знаешь, какая радость там, вот, или там, в секунде хороший бренд выцепил, что лучше, а тогда же ты достал, ты же копил деньги, 200 рублей на джинсы, ты же там, в торговле нету, ты там, где-то поблату раздобыл. Счастья были полные штаны. Да, да, да. И ты уже поэтому знал, какие у тебя штаны, и то же самое достал там, тогда этот, была рубашка, батник, с кнопочками, вот достал, а где, ну, у нас, я помню, в 85-м году я написал статью, «Молодость моя, бледная зря», когда был такой у нас редакционный обзор магазинов, вот там, конечно, на зря была истерика, ну, вот эти товары, там целая фотосессия, пички, ну что, времена были, приносили радость, но все было, мы не вдавались причиной, я хочу поздравить с наступающим днем работников торговли, всех нынешних, бывших и будущих представителей этой славной профессии, надеюсь, что времена дефицита не вернутся, хотя предпосыл, и вот, честно говоря, меня пугают, что, опять же, гон о вооружении, и... В общем, это уже было, и как бы... Ну, если переживем это, если будет, ну, не долго, не долго переживем, но, тем не менее, вот, радуйте нас наприлав, как там, чем-то без дефицита, вот, чтобы было всего много интересного, а остальным, я думаю, что тоже было, наверное, приятно вспомнить, времена, как они ходили в славные советские астрономы, за разливной сметаной, там, молоком, в треугольных каких-то бумажных пепетях, когда и доставали прочий дефицит или не дефицит. Спасибо, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея наук ВЭТГО. Через две недели до встречи. До свидания. Продолжение следует...